Уважаемые дамы и господа, сердечно приветствую вас и поздравляю с официальным началом почётной и ответственной миссии в Москве. Вам предстоит серьёзная работа по развитию отношений между странами, которые вы представляете, и Россией. Мы заинтересованы в том, чтобы ваша деятельность была результативной, служила дальнейшему продвижению политического диалога, повышению уровня торгово-экономических, инвестиционных связей и гуманитарных контактов. Можете быть уверены, что со стороны российского руководства, наших министерств, ведомств, а также общественно-политических и деловых кругов вам будут оказаны вся необходимая помощь и содействие. Совсем недавно мы вместе отметили 70-летие победы во Второй мировой Великой Отечественной войне. В годы войны многонациональный народ Советского Союза отдал миллионы жизней, внёс решающий вклад в разгром нацизма. В ходе торжеств мы почтили память жертв войны, выразили своё уважение и благодарность ветеранам, считаем, что нравственный долг нынешнего поколения – помнить об уроках этой страшной трагедии. Необходимо помнить о том, к какой катастрофе могут привести агрессивный национализм, нетерпимость, идея расового превосходства. В сентябре в Нью-Йорке пройдёт юбилейная сессия Генассамблеи ООН. Международное сообщество будет отмечать 70-летие Организации Объединённых Наций. Подчеркну, именно вместе с союзниками по антигитлеровской коалиции удалось создать эту уникальную структуру и заложить основы послевоенного мироустройства. Отражённые в Уставе ООН базовые принципы международного сотрудничества – равенство суверенных государств, неумешательство во внутренние дела, мирное урегулирование споров – были буквально выстраданы человечеством. Сегодня эти принципы особенно актуальны. Руководствуясь ими, Россия будет и впредь всемирно содействовать обеспечению стабильности и безопасности в международных делах. Мы будем развивать дружественные взаимоотношения со всеми партнёрами и на Западе, и на Востоке, участвовать в выработке коллективных решений глобальных и региональных проблем. Этому, несомненно, будет способствовать работа саммитов таких организаций, как БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества, которые мы готовим принять 8-10 июля в России, в Уфе. Напомню, что созданное по инициативе России в 2006 году объединение БРИКС уже стало влиятельным фактором мировой политики и экономики. Россия заинтересована в дальнейшем углублении сотрудничества стран БРИКС, формировании новых механизмов взаимодействия, в том числе в финансово-экономической сфере. Рассчитываем выйти в Уфе на договорённости о начале практической деятельности Банка БРИКС и полувалютных резервов. Уверен, что будет дан дополнительный импульс развитию межпарламентских связей, гуманитарному и информационному сотрудничеству, активизации контактов по линии профсоюзов и неправительственных организаций. Саммит Шанхайской организации сотрудничества по традиции рассмотрит вопросы региональной безопасности. Ожидаем принятия важных решений о запуске процесса расширения ШОС. Убеждены, что подключение к организации новых государств, а именно Индии и Пакистана, повысит авторитет Шанхайской организации сотрудничества, позволит эффективнее бороться с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и другими проблемами. Имеется в виду также утвердить новый базовый документ, расставляющий приоритеты работы в рамках ШОС – стратегию развития организации до 2025 года. Уважаемые дамы и господа, здесь присутствует глава 13 дипломатических миссий и хотел бы кратко, в нескольких словах, охарактеризовать состояние отношений России с каждым из представляемых вами государств. Настроены на развитие традиционно дружественных связей со Словацкой республикой, углубления многоплановых деловых и гуманитарных контактов. Этому будет способствовать предстоящий на следующей неделе визит в Россию премьер-министра господина Роберта Фицок, который, кстати, был в Москве и 9 мая на юбилей Победы. Наше взаимодействие с республикой Сенегал развивается стабильно и в конструктивном ключе. Предстоит диверсифицировать торгово-инвестиционные и гуманитарные контакты, диалог по региональным вопросам. Видим много нереализованных возможностей в сотрудничестве с Албанией, в том числе в торгово-экономической области. Активизация двустороннего взаимодействия отвечает интересам народов обоих государств и обеспечения стабильности на Балканах в Юго-Восточной Европе в целом. В основе наших отношений с Австрией, прочные традиции взаимного уважения и партнерства, стремления к разноплановому сотрудничеству, мы заинтересованы в том, чтобы не только сохранять, но и приумножать многолетний опыт совместной работы, особенно в энергетической и промышленной сферах. Будем и дальше расширять культурные и гуманитарные обмены с Австрией, чему, в частности, способствуют с успехом проходящие в наших странах перекрестные сезоны культуры. Пользуясь случаем, хочу еще раз поблагодарить австрийских коллег за постоянную заботу о мемориалах и захоронениях советских войнов. Потенциал нашего взаимодействия с Литвой используется далеко не полностью. Со своей стороны готовы развивать сотрудничество на принципах добрососедства и уважения друг друга и хотели бы видеть такой же подход со стороны наших литовских партнеров. Выступаем за скорейшее разрешение внутреннего конфликта в Республике Южный Судан. Поддерживаем соответствующие усилия международного сообщества и самих африканцев. Заинтересованы в налаживании разноплановых двухсторонних контактов. Прочные узы дружбы объединяют Россию и Эфиопию. Отмечаем конструктивный вклад вашей страны в урегулирование проблем на африканском континенте. Будем и дальше укреплять сотрудничество в политической, экономической и гуманитарной областях. Подтверждаем твердый настрой на всестороннее развитие отношений с Саудовской Аравией, одним из ведущих государств Ближнего Востока. Господин посол знает, что в конце апреля у меня состоялся весьма полезный телефонный разговор с королем Сальманом. Убежден, что совместными усилиями наше государство могут способствовать оздоровлению ситуации в Ближневосточном регионе, содействовать продвижению Палестино-израильских переговоров, обеспечению мира и безопасности в зоне Персидского залива, повышению эффективности борьбы с терроризмом и экстремизмом. В эти дни в Джиде проходит выставка российских регионов. Контакты, в ходе нее, несомненно, будут стимулировать двустороннюю кооперацию в промышленности, сельском хозяйстве, образовании и других сферах. 16 июня исполняется 70 лет установления дипломатических отношений с Республикой Эквадор, надежным партнером России в Латинской Америке. У нас близкие взгляды на международные и региональные проблемы. Российские деловые круги готовы к реализации новых совместных проектов. Глубокие исторические корни, культурная и духовная близость связывают Россию с Республикой Македония. Внимательно следим за текущими событиями в вашей стране, видим трудности, с которыми сталкивается македонское руководство. Россия поддерживает усилия руководства страны по нормализации политической ситуации. Мы заинтересованы в том, чтобы Македония была стабильной и процветающей страной. На уровень подлинного стратегического партнерства вышли отношения России с Южноафриканской республикой. Итоги наших недавних переговоров с президентом Джекобом Зумой 9 мая в Москве подтвердили взаимный настрой на дальнейшее развитие деловых связей, укрепления договорно-правовой базы. Наши страны тесно взаимодействуют на международных площадках, в том числе в ООН, в группе 20. Мы ждём господина Зуму в Уфе для участия в саммите БРИКС. Открыты для активизации сотрудничества с Республикой Филиппины. Прежде всего в сферах торговли, культуры, туризма. Рассчитываем также на развитие конструктивного диалога по актуальным региональным и международным вопросам. Удовлетворены высоким качеством российско-монахских связей. Этапным событием в их развитии стал первый официальный визит главы княжества в нашу страну в октябре 2013 года. Уверен, что поступательному расширению, развитию взаимодействия послужат проходящие в эти месяцы многочисленные мероприятия года России в Монако. Развитие двухсторонних отношений мы обсуждали позавчера в телефонном разговоре с князем Олибером II, с которым у нас поддерживаются регулярные контакты. Уважаемые дамы и господа, впереди у вас напряжённая и исключительно интересная работа. Надеюсь, что, познакомившись с жизнью нашей страны, вы почувствуете её пульс, станете лучше понимать Россию. И, конечно, будете делать всё возможное для дальнейшего укрепления сотрудничества и взаимопонимания между Россией и вашими странами. Искренне желаю вам успехов. Всего доброго. Благодарю вас за внимание.